Продолжение следует... Продолжение следует... Во-вторых, в блогах вы можете отыскать запись уютного стрима по теме, в котором участвовали все тот же Ваня, я и пара наших местных товарищей. В общем, если вы не знакомы со Frozen темой, то у вас есть все возможности исправить это недоразумение, выяснив основные принципы игры и даже понаблюдав за геймплеем. Endzone же идеологический наследник Synapse, пробившийся через сито Гринлайта и пребывающий на данный момент в стадии бета-тестирования, присоединиться к которому может любой желающий, прикупив игру на официальном сайте. Точнее даже не игру, а игры. Frozen Endzone распространяется почему-то только пачками по две копии, минимум за 25 долларов. Толстый намек на то, что лучше играть с друзьями? Мы как-нибудь уж сами бы разобрались, ну да ладно. Итак, как уже было сказано, спорт будущего. Настолько будущего, что играют в него уже не люди, а роботы. Две команды по пять персон в каждой и нет никакого деления на нападающих и вратарей. Все равны. Основная цель – выиграть раунд, занеся мяч, валяющийся поначалу около атакующих, в зачетную зону, крайнюю полоску внизу экрана, именуемую Endzone. Подобный маневр принесет в копилку команды семь очков. В качестве альтернативы можно занести снаряд в один из нескольких подсвеченных квадратов Midzone, что сулит вам три балла. Нарастить свой очковый запас можно, предварительно пронеся мяч через подсвеченные точки на карте. Каждая добавит к конечному итогу два дополнительных балла. Это все предметы интереса атакующей команды. Защищающиеся же должны помешать набору очков, а в идеале перехватить мяч. В этом случае раунд также закончится и начнется вторая половина игры, в которой стороны поменяются ролями. Побеждает в итоге тот, кто набрал большее количество очков. Теперь перейдем к нюансам. Первое важное решение, которое должен принять атакующий игрок – побежать ему сломя голову к зачетной зоне или отдать пас. Разработчики лишили нас возможности использовать одновременно оба маневра. Как только робот с мячом тронется с места, он больше не сможет избавиться от снаряда до самого конца раунда. Сделать же пас можно всего два раза. После этого, хочешь не хочешь, надо бежать. Из этих тезисов вы уже можете сделать вывод, что поединки во Frozen End Zone весьма скоротечны. Бывает, что все укладывается в два хода – подбор мяча и выверенный пас роботу, уже занявшему позицию в зачетной зоне. Кстати, ходы теперь заканчиваются не только по истечении определенного времени, но и когда происходят ключевые моменты – прием мяча, дальний пас и в том же духе. Как вы уже заметили, на поле боя раскиданы блоки. Они бывают двух типов – высокие и половинчатые. И те, и другие являются непреодолимым препятствием для роботов. Но через половинки можно перекинуть мяч. Такой же внушительной преградой, как и блоки, может стать и полевой игрок, просто замерев на месте. В этом заключена главная специфика силовых контактов во Frozen End Zone. Тут все работает по принципу «кто первый встал того и тапки». При контакте робот в статике сильнее робота в динамике. Если же оба противника двигаются, то они просто пробегают мимо друг друга. При условии, конечно, что среди них нет несущего мяча. Этот персонаж уязвим, и без выстроенного сопровождения лихо останавливается защитниками, начинающими преследовать бедолагу, когда тот оказывается рядом. Вот, пожалуй, и все основные принципы и особенности геймплея. Переходим к ощущениям и впечатлениям. Вполне очевидно, что Frozen End Zone, в отличие от Frozen Synapse, проще в освоении и менее вариативе. Здесь из былых тактических фишек, по сути, осталась только одна, возможность отсрочить назначенное действие. А весь геймплей сводится к грамотному перемещению по игровой площадке. Но сильно переживать из-за всего этого не стоит. Азарт в раундах присутствует. Вообще, думаю, уместно было бы провести следующие параллели. Если Frozen Synapse — это шахматы, то End Zone — это игра в подкидного дурака. Со своими, так сказать, козырями. Да, и не забывайте, что речь пока идет о Бетте. В релизной версии все будет гораздо разнообразней и качественней. Появится сюжетный сингл, доведутся до ума другие режимы игры, которые сейчас пока еще в Альфе, проапгрейдится система статистики игроков, а еще нам обещаны наличие лик и кастомизация подопечных роботов. На данный момент можно сказать, что поклонники Frozen Synapse в конечном итоге вряд ли будут разочарованы. Честно скажу, что поначалу я познавал End Zone со скепсисом, но потом перестроил свое восприятие и обуздал завышенные ожидания. Да, в обновленной концепции есть заусенцы и достаточно неоднозначные моменты, но, во-первых, они еще могут быть сглажены к релизу, а, во-вторых, на них в принципе не так уж сложно закрыть глаза. Вероятно, что, как и шахматы с подкидным, Synapse и End Zone окажутся просто достойными видами развлечения под соответствующее настроение.